Добрый вечер! Добрый вечер! То вы меня спросите, о чем захотите, но я думаю, я обязан сказать вам кое-что о моем, так сказать, происхождении. И вообще, как я себе понимаю линию жизни? Линия жизни – это, наверное, для меня, во всяком случае, то, что обеспечено нашим прошлым, нашими связями, нашим общением, теми людьми, которым мы должны быть благодарны, они всегда это делаем. Поэтому моя линия жизни – это череда бесконечных благодарностей. Мои родители – сибиряки, иркутяне. Мать родилась в семье берлинских. Семья большая. Там было из оставшихся в живых пятеро мальчиков, трое девочек. Все они учились музыке, все они музицировали. И даже в семье сложился такой с передвижным составом квартет. И вот, я думаю, этот семейный квартет и послужил прообразом того самого великого квартета имени Бородина, в котором по сей день играет мой брат Валентин Берлинский. Отец также оказался в Иркутске, хотя родился он в Казани, поскольку он являлся потомком поляков, сосланных после польского восстания сначала на Волгу, потом дальше уже в Вологду, в Сибирь. Вот такое было движение вначале с запада на восток. А в Сибири, между прочим, мой дед в условиях ссылки был директором книгоиздательского товарищества Сытина в Иркутске. Из Иркутска уже вместе и вслед за мамиными братьями мои родители переехали в Ленинград. И этот город очень полюбили, и мне он до сих пор необычайно дорог и мил. И я даже знаю дом на площади Толстого, на Петроградской стороне, там по дороге к Карповке. Настолько этот дом меня волнует, и это место, что каждый раз, с кем бы я рядом ни оказался, я говорю, вот в этом доме жили мои родители. Так что даже мой итальянский друг Тонино Гуэрре, который часто бывает в Петербурге, и мы с ним путешествуем, каждый раз, когда мы подъезжаем к этому дому, то он, опережая меня, говорит, папа-мама Андрюши. Показывая Тони безошибочно на этот самый дом. В Ленинграде отец поступил в Академию художеств, где занимался в мастерских Петрова Воткина, Малевича, Матюшина. До тех пор, пока месть он не пришел по своему побуждению и по отбору Павла Николаевича Филонова в его мастерскую. Эта мастерская так и называлась «Мои мастера аналитического искусства». И в составе этой мастерской участвовал в такой знаменитой акции, когда мастера аналитического искусства расписывали дом печати Петроградский, а он находился в Шуваловском дворце на Фонтанке. По счастливой случайности, эта картина, работа отца, гигантский холст, пережила блокаду, и сейчас она хранится в Русском музее. Отец был наделен фантастическими способностями, и поэтому в какой-то момент он поддался тому, чем владел великолепно, работе на эстраде, я имею в виду дар звукоподражания. И вот если вы в титрах каких-то фильмов прочтете в числе тех актеров, которые озвучивали фильмы, фамилию Юх Ржиновский, то вот это «Мой батюшка». Павел Николаевич Филонов, узнавший об этом, пожалел, покачал головой и сказал, лучше бы он подражал самому себе. Но, по счастью, отец не оставил того, что было даровано ему Богом. Он вернулся к живописи и с 60-х годов и до конца своих дней, а он умер в 87-м, занимался этим усердно и, на мой взгляд, очень интересно, настолько интересно, что, собравший его работы и показав специалистам, заручился их согласием организовать выставку в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и в Петербурге в Русском музее. В Петербурге же произошла одна встреча, которая сыграла огромную роль в жизни и моих родителей, и моей собственной. Однажды отец выступал в кинотеатре «Молния» на той же петроградской стороне. Тогда был такой жанр дивертисменты перед фильмом. И его номер восхитил зрителей двух, как минимум, тех, которые к нему подошли. Этими зрителями были знаменитый актер Эраст Палыч Гарин, его жена Хеси Санна Лакшина. Они пригласили его в спектакль, который отец должен был ставить по пьесе Зощенко «Уважаемый товарищ» с этим же дивертисментом. Из тех времен началась крепкая дружба между семьей моих родителей и Гарином, и Лакшиной. Настолько дружба, как бы прочная и требующая постоянного контакта, что, переехав в Москву, Эраст Палыч и Хеси Санна приложили немало усилий для того, чтобы и мои родители переехали в Москву. Это случилось как раз за год до моего рождения. Вот там-то мы и поселились в Мансуровском переулке. Вот здесь мои друзья, однокашники, с которыми я вместе учился, и которые хорошо помнят Мансуровский переулок, еще когда он был покрыт булыжником, и были коновязные тумбы, и мы прикручивали деревянными палочками коньки к валенкам, и, значит, разогнавшись, на этих кочках тряслись. Но еще там какое-то одно-два поколения, я мог бы запомнить Льва Николаевича Толстого, когда по Пречистинке он проезжал, входил в вагон конки, и публика вставала, приветствуя графа, а он, значит, гордо двигался к себе в хамовнике. Так что вот время летит с неумолимой, невероятной скоростью. Если у вас нет вопросов, то я гораздо рассказывать дальше, да. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. В вашей картине «Лев с седой бородой» персонаж похож на вас. Это случайно? Да, действительно говорят, что «Лев похож на меня», но если это так, то происхождение этого элементарное. Художник замечательный Сергей Бархин как-то ко мне приглядывался и комбинировал образ Льва, собирая черты своей любимой таксы и вашего покорного слуги. Поэтому что получилось в итоге, тут все сказать. Я стал говорить о тех, с кем мне повезло и в чем мне повезло. И в частности, одно из этих знакомств было с очаровательной тогда еще совсем молодой женщиной, Машей, ее так все и звали, Мария Алексеевна Валентей. Это внучка Всеволода Емельевича Мирхольда, которая сделала больше, чем возможно сделать одному человеку для реабилитации Мирхольда, для возвращения его доброго имени, для опубликования его наследства, для создания музея в квартире, где жил Мирхольд. А после гибели Мирхольда и Райх там господин Берия поселил свою дамочку и шофера. А сейчас вот этот замечательный, редчайший в Москве музей, вот Наталья Федоровна Маркелова этим музеем директорствует после ухода нашей дорогой и любимой Марии Алексеевны Валентей. А слава Богу, живы и здоровы люди, которые здесь, может быть, уместнее меня во всяком случае, это Петр Миркурьев Мирхольд, сын великого актера Василия Миркурьева и замечательной актрисы и педагога Ирины Мирхольд, сам прекрасный актер, между прочим, и музыкальный критик, и писатель, и рассказчик. И вот Ольга Валентей, правнушка Всеволода и Мильча Мирхольда. Ну вот, вкратце, такой сюжет. А дальше я поступил неожиданным для себя образом во ВГИК, написавший за одну ночь работу по портрету Гоголевскому, потому что, скажем, если бы я должен был в порядке отметки на путях вот этой линии жизни рассказать о каких-то событиях, то одним из великих событий для меня лично было знакомство с Николаем Васильевичем Гоголем. Считаю, что личное знакомство, настолько я влюбился и въелся в этого писателя. Когда я помню к столетнему, к столетней годовщине со дня смерти, мне дед торжественно подарил, он уже тогда работал в Академкниге в Москве, подарил мне первый томик академического издания. И что тут сказать? Нет слов, дайте мне другое пиро, как сказал Николай Васильевич. А в свое время знал наизусть ревизор уж во всяком случае. И однажды, встретившись с Риной Зеленой, была такая замечательная актриса и милейший человек, мы стали наперебой цитировать «Мертвые души». А Арина Васильевна меня спрашивает, а вот скажите-ка, что сделал Собакевич со ситром, когда вот помните, кончился обед, гости... А вот что сделал, кто помнит, что сделал Собакевич со ситром? Кто сделал? Один человек знает, умница, но... Наследственная любовь к классике ему передалась. Так вот, доехал Собакевич этого ситра. Но я вам скажу по секрету, что молодые люди, некоторые из них, исключая моих замечательных студенток, приходят поступать во ВГИК, и выясняется, что они не знают, не читали «Мертвые души». Они не могут сказать, ответить на вопрос, назовите какого-нибудь немецкого композитора классика. «Ну, одного! Ну, пожалуйста! Ну, можно австрийского! Ну...» Я поступил во ВГИК, учился у прекрасных педагогов, мастеров. Григорий Львович Рошаль в «Царство ему небесное» наш курс принимал, а потом его разбили, разделили, и я оказался выбранным, отобранным Александрой Сергеевной Хохловой и Львом Владимировичем Кулешовым, прекрасным людям и педагогам. Я говорю, Александра Сергеевна, а по какому признаку и принципу вы нас отбирали? А она была дама необычайно экстравагантная и носила, как сейчас носят мобильные телефоны, она носила почему-то компас. У нее болтался на животе компас. Она говорит, а по компасу, по компасу. Вот, значит, так по компасу я оказался в мастерской Кулешова. Ему тогда было 50 с чем-то лет, а он нам казался глубоким стариком. Вот Кулешов чистился в формалистах. Вы знаете, что по этому же разряду проходили поплатившийся жизнью Мейерхольд и Павел Николаевич Филонов. Вот так как бы я невольно оказался в кругу формалистов либо их прямых наследников. Но, как вы понимаете, я просто не ставлю здесь большие кавычки, потому что ясно, что они так называемые формалисты. Когда я сделал фильм «Жил-был козявин», а этот фильм стал моим дипломом, долго меня не хотели допускать к защите диплома, ждали все, когда приедет Герасимов, а он был заведующим кафедрой. А фильм обвиняли в сюрреализме. Посмотрел картину Герасимов, почесал лысину и сказал, да, это сюрреализм, но это наш социалистический. Тот круг общения, про который я вам говорил уже, он как-то меня очень, с одной стороны, вдохновлял. У Гариных же я познакомился с великим Николаем Робертием Эрдманом, моим любимым драматургом и человеком. И когда я присутствовал при разговорах таких людей, как Гарин, Раневская, Эрдман, то, конечно, я и учился, и завидовал, и восхищался, когда тот же Эрдман, я ему говорю, Николай Робертич, я бы хотел вас попросить написать для меня сценарий по опере Шостаковича «Нос». Тем более, что Дмитрий Дмитриевич, он тогда еще был жив-здоров, дал согласие и сказал, что он с радостью предоставляет мне право экранизации этой оперы. Я говорю, вот сейчас у меня там кончится текучка, отслужу в армии, куда я был командирован после фильма «Стеклянная гармоника» на два года в дважды краснознаменного Балтийского флота морскую пехоту, и это особая тема. После этого бухнусь вам в ноги. Он говорит, бухайтесь в них скорее, а то они у меня скоро отвалятся. А у него ноги болели. То есть он как бы сразу сопрягал какие-то вещи бытовые в единую композицию. Был человек необычайно, остроумие, его остроты расходились по всей Москве. Одно время после того, когда он уже отбыл ссылку, в которую его отправили прямо со съемок «Веселых ребят». Одно время его прикомандировали к ансамблю НКВД, а в этом ансамбле собрались лучшие актерские и режиссерские силы. Там были Шостакович, Дунаевский, Юрий Петрович Любимов, Сергей Юткевич, и вот те же Эрдман, и его друг, и постоянный соавтор Михаил Вольпин. Им выдали форму, надели, значит, шинельки с петличками, с ромбиками, фуражки. Николай Арабьевич подошел к зеркалу, посмотрелся в это зеркало и сказал, «Миша, за мной, кажется, пришли». СМЕХ Да. СМЕХ Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы упоминали уже о фильме «Стеклянная гармоника». Вы не расскажете, почему ваш фильм был запрещен в свое время и пролежал на полке 20 лет? Ну, сюжет я пересказывать не буду. Может быть, кто-то видел, хотя таких людей единицы, ибо когда после пятого съезда кинематографистов вышло разрешение все полочные фильмы снять и выпустить в прокат, то тут выяснилось, что пленка кончилась и прокат порушен. История простая. История сегодняшнего дня, между прочим. История про власть, денег над нашими душами. История про культуру, которой затыкают рот и гнобят ее кто как может. А сдавать этот фильм в кинокомитет мы повезли в злополучный, злосчастный день, когда советские танки вошли в Прагу. А вот там как раз в этом фильме все это было в некоторой образной форме описано ну скажу так на все времена не потому что фильм бессмертен, но потому что ситуация бессмертна. Следующий день предписание явиться в распоряжение командующего Балтийского флота, где был определен в любимые войска, как их называли королевские войска тогдашнего главкома адмирала флота Горшкова и это позволило мне кое-что повидать, скажем так, оказавшись с первого же дня командиром взвода батареи реактивных установок, ну, Катюши, но потом, узнавши про возможность посмотреть мир и кое-чего хлебнуть, я определился в ту пехотную роту, которая отправлялась в зону боевых действий, так что я не жалею об этом времени. И друзья у меня сохранились по сей день, замечательные флотские друзья, я не уверен, что все они усердно смотрят программу Культура, но если такое с кем-нибудь из них случится, шлю горячий краснофлотский привет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 я хотел бы вам представить еще одного человека, вот, можно я вас назову так, как называл 40 лет тому назад, Аллочка Фрумкина, это хранитель музея отдела рукописи музея Пушкина, потому что я вам говорил о том, что жизнь моя это цепь признаний и объяснений в любви, и вот одно из таких признаний я сделал, обратившись к рукописям Пушкина. Однажды вместе с художником Сергеем Алимовым, проходя по Тверской, мы зашли в Академкнигу, как я его тогда и называл, дедовский, так сказать, магазин, и там я увидел в витрине книгу замечательного исследователя Эфроса рисунки Пушкина. Но книга меня захватила и главное, она меня вдохновила на то, чтобы познакомиться с рукописями Пушкина, потому что мы знаем, ну, любой из нас знает, ну, хорошо, если несколько десятков рисунков Пушкина, а ведь у него их около двух тысяч, если я не вру, правда? В Петербурге, в Пушкинском доме, в отделе рукописей, в специальном хранении, а вот дубликаты имеются все в музее на Причистенке. И здесь мне очень повезло. Вот сначала не повезло с этим фильмом, а потом повезло. А не повезло почему? Потому что, когда я дал такую заявку, то из нашего, значит, управляющего заведения последовал ответ. Постановка не рекомендуется, поскольку тема не соответствует профилю анимации, мультипликации. Но спасибо, опять-таки, добрым людям и замечательным специалистам, и людям не только добрым, но и очаровательным, многознающим, обаятельным, умнейшим. Это Натан Яковлевич Идельман, это Ираклий Луар Саввич Андроников, это Александр Зинович Крейн, который был тогда директором музея, и царствие всем небесное. Так что, короче говоря, трилогия по рисункам Пушкина, я к вам лечу воспоминания, мы с вами снова я, осень, третий фильм, делалась она в течение нескольких лет. Вот благодаря прежде всего Александру Сергеевичу, как его в музее называли, собираясь после каких-то вечеров отметить то или иное приятное событие, выпьем за шефа, говорилось. Так вот, благодаря шефу и его замечательным подшефным. Так, господа, да, я вас слушаю. Уважаемый Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, поподробнее о вашей дружбе с выдающимся музыкантом Олегом Каганом. Вы знаете, что касается Олега Кагана, я действительно сделал фильм, который мне очень дорог. Называется этот фильм Олег Каган «Жизнь после жизни». Я вам должен сказать, что я был знаком с Олегом и действительно восхищался его игрой, но не имел чести и радости быть с ним в близкой дружбе. А с просьбой сделать фильм обратилась ко мне его вдова Наталья Гутман. Она показала мне пленку концерта, который вместе с Юрием Башметом Олег Каган сыграл за два дня до смерти. Это была симфония концертанта Моцарта. И она показала мне одну фотографию. Красоты просто небесной два лица Олег Каган и Наташа Гутман. Фотография также сделана за какие-то дни, часы до его ухода. и вся скорбь и любовь и красота этого мира она в этой фотографии была заключена. Я помню, что я не дал Наташе такого немедленного согласия. Я взял эту фотографию с собой в поездку, а я ехал на фестиваль в Тампере Финляндии. Вхожу в купе, в купе мой попутчик Юрий Борисович Норштейн. По ходу разговора я ему показал эту фотографию. Она его, я видел по глазам и понял по его реакции. Поразило необычайно. Я понял, что что-то происходит во мне и в тех возможных будущих зрителях должно произойти, которые могут случиться. Мы сели, вышли в Выборге, по-моему, пересесть в поезд, который шел в Тампере, пошли искать свободное место в купе, где можно было приткнуться на эти два часа, смотрим, там занято, там занято, там занято. Вот где-то там, по-моему, какой-то есть просвет. Заходим в купе, там сидит в обнимку со своей вилончели Наташа Гудман. Вот такое было начало этой работы. Пожалуйста. Добрый вечер, Андрей Юрьевич. Я очень люблю ваши работы, но есть одна, с которой я отношусь с особенной нежностью, это «Полтора кота». Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали, как вы это создавали, как это интерпретировалось и вылилось именно в такую форму. «Полтора кота», то этот фильм является как бы такой эскизной работой в преддверии большого фильма, который я сейчас делаю. Фильм посвящен поэту. Поэту с большой буквы. Поэту и времени, через которое движется этот поэт, которое как-то отслаивается в его уме, откладывается в его сердце. Но делать этот фильм мне помогает один великий автор, имя которому Иосиф Бродский. Меня поразило среди многого, что он написал, и помимо всем известных стихов, поразила его автобиографическая проза. То, что мы жили в одно время, в одну эпоху, в одних условиях. Я жил в тех же самых полуторых комнатах, ты их, Женечка, помнишь, в Мансоровском переулке, в огромной коммунальной квартире, где временами скапливалось до 30 с лишним человек при одном туалете и одной ванной и двух лейтенантах НКВД. Так что, сами себе представляете, какая это была веселая жизнь, не говоря про сексотов. но этот фильм не является биографическим. Это фантазийная история, сочиненная при активном участии замечательным сценаристом Юрием Николаевичем Арабовым. И вот здесь я вам должен рассказать одну историю, поведанную мне соседкой Бродского. Мы снимали, надо сказать, часть эпизодов, связанных с этими полуторами комнатами, снимали непосредственно на углу Литейного и Пантелеймоновской, улице Пестеля, где прожил Осип Бродский. Спасибо нынешним жильцам этой квартиры и хранителям музея. Так вот, соседка мне говорит, представляете себе, как-то идем мы с Марьей Моисеевной, а Марья Моисеевна это мать Иосифа Бродского, пошли мы с ней в театр и в Антракте пошли покурить. И мы закурили, Марья Моисеевна курит, входит Алиса Фрэндлих. И забыла спички. А Марья Моисеевна уже с коробком дает ей прикурить, подносит спичку и соседке говорит, то есть не говорит ничего, но, мол, зная наших, смотри, кому даем прикуривать. Вот Алиса Брунна Фрэндлих играет мать Бродского, а вот поэта у нас играет человек семь или восемь от двухлетнего возраста до последних дней Иосифа Бродского поэт будет запечатлен в разных, так сказать, ипостасях. Вот одна из ипостасяй присутствует здесь, это московский школьник Женя Агаджанян. АПЛОДИСМЕНТОЙ 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 Да, пожалуйста. Андрей Юрьевич, ваши фильмы озвучивали очень многие замечательные актеры, такие как Игорь Ильинский, Ирина Зеленая, Ира Астгарин, которым вы уже опоминали. И хотелось бы знать, просто ли вам было с ними работать и вообще работать с актерами, которые озвучивают ваши картины? Работать было необычайно просто, я вам скажу так, чем больше актер, тем проще с ним работать. Потому что, скажем, с Игорем Ильинским, который озвучивал фильм «Дом, который построил Джек», было так, запись была сделана блистательно, мы сделали под эту запись мультипликат, показали Ильинскому фильм, он говорит, да, нет, я должен прочесть все по-другому, уже под изображение. И прочел все по-другому, прочел гениально. Работать с мастерами одно наслаждение. Иногда изводят просто по-черному, откачивают литры крови, но я говорил и всегда настаивать буду на этом. Я предпочту работать с таким художником, с таким актером, который тебя замучает, ну, и ты его в порядке творческих споров, чем аккуратным исполнителем, который дальше, как от и до, ничего не придумает и дальше, так сказать, не продвинется в этой совместной работе. Вообще, мультипликаторы, аниматоры, как ни назовите, это люди удивительной совершенно профессии. Поэтому я очень нервничаю, когда меня называют мультипликатором, потому что я этого не заслужил. Это отдельная великая профессия, которой я, к сожалению, не обучен. Тем более я чувствую себя, так сказать, очень неловко, когда вот с чьей-то легкой руки журналистской говорят там классик отечественной анимации Хоржиновский. Да никакой я не классик. Если только в том смысле, что я делал фильмы по произведениям классической литературы. Классики кто? Классики это у нас были Иван Петрович Иванов Вано, Лев Константинович Атаманов, Роман Качанов, Царствие Небесное. И, конечно же, классик из классиков это Федор Савельевич Хитрук. Вот это человек, которому я обязан, потому что когда я пришел на студию Союзмультфильм, окончивший отделение игровой режиссуры, почему-то меня вот отвели к нему и познакомили меня с ним, а он только что сделал картину замечательную, я считаю, историю одного преступления. И хитрук мне сказал, ну, Андрей, все очень просто, все, ну, вот вас чему там учили в Афгике, там, в игровом кино? Так вот, здесь в мультипликации все то же самое. Я снимаю перед ним шляпу не только как перед великим мастером, но и как перед великим педагогом. И я счастлив тому, горюю, что он не преподает в Афгике, где я заведую кафедрой режиссура анимационного фильма, но счастлив за тех молодых людей, которые учатся у нас в школе-студии ШАР, учрежденной совместно вот нами с Федором Савельевичем, где он до сих пор, дай ему бог здоровья, продолжает преподавать. Уважаемый Андрей Юрьевич, не могли бы вы поделиться с нами, как родился ваш творческий союз Танина Гуэра? Вот в числе тех, кому я мысленно кланяюсь и кого я благословляю, конечно, Танина Гуэра, которая вот уже без малого 30 лет дарит нашу семью своей драгоценной дружбой. Что касается фильма «Лев с седой бородой», если вы имеете в виду историю его возникновения, то завязка была такая. Однажды я приезжаю в Переделкино, где мы снимали дачу, и застаю о ужас жену и сына в горючих рыданиях. Я говорю, что с вами, что происходит? Жена сказать ничего не может, показывает книжечку, которую они дочитывают, и вот она произвела на них такое впечатление. Я смотрю, сказка, Танина Гуэра, сказка, «Лев с седой бородой». Читаю эту сказку и вижу, что это действительно может быть замечательная история для кино. А мы с Танино придумывали и думали, как бы нам сделать что-то вместе. Таким образом, вот этот фильм с участием Сергея Бархина, с музыкой Нины Роты и Астера Пьецолы, вот он и состоялся. Но затем был следующий фильм по рисункам Феллини, который также мы как бы очень дружно сочиняли, потому что рисунки у Феллини изумительные. Вот как удивительно. Пушкин рисовал прекрасно. Потом ко мне стали ходить люди, ловить меня в разных местах и говорить, а вы помните, что Лермонтов рисовал хорошо? Я говорю, помню, помню. А вы знаете, какие рисунки у Гога? И так далее. Действительно, оказывается, писатели, многие из них, оказались замечательными художниками. А Феллини действительно начинал как профессиональный художник, потом он стал, как вы знаете, кинорежиссером игрового кино, но как он где-то обмолвился, потому что в Италии была недоразвитая индустрия мультипликации. Но я думаю, что те фильмы, которые он делал, игровые фильмы, так же, как, скажем, фильмы Чаплина, на самом деле они имеют очень много общего по образной системе с тем, что доступно лишь мультипликации. Кстати сказать, любопытная история, связанная с рисунками Феллини. Я ее где-то сначала вычитал, а потом услышал от Марчелло Мастрояни, как его Феллини пригласил на пробы для фильма «Сладкая жизнь». Марчелло отнесся к этому очень серьезно, надел лучший пиджак, взял с собой адвоката, значит, они прибыли, но Феллини их принимал почему-то на пляже. И когда Марчелло сказал «Синьор Феллини, я хотел бы познакомиться со сценарием», Феллини сказал «Со сценарием?» Ах, да, позвал барышню, вот там папочку покажите. Ему принесли папку, Мастрояни раскрыл эту папку и увидел там один-единственный рисунок, надо сказать, довольно пикантного свойства. И он эту папку закрыл, Феллини спрашивает «Ты согласен?» Да, да. Когда открывался фонд Феллини, уже после его кончины на этой церемонии показывался фильм «Долгое путешествие», а мы сидели рядом с Мастрояни, то когда этот рисунок возник на экране уже в движении, тот стал бить меня рукой по колену и кричать на весь зал «Квеста! Квеста!» Вот этот рисунок, тот самый, который ему предъявил Феллини. Но хорошо бы, конечно, было бы в фильме подписать вот тот самый рисунок, который решил судьбу Марчелла Мастрояни и их отношения с Феллини. Настало время расставания, и я должен сказать какие-то еще несколько слов, и в таком случае я хотел бы сказать вот о чем, что каждый из вас драгоценен как индивидуум со своим опытом, со своими страстями, умениями, планами и так далее. Вот Ахматовские стихи, но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз. Храните свою драгоценную личность, не забывайте о том, что все вы абсолютно неповторимы, читайте стихи и пишите друг другу письма. Это то, чего я, к сожалению, лишен, потому что все мои близкие и любимые находятся рядом со мной, но если кто-то из вас объявится в желании написать мне письмо, я вам отвечу. Читайте стихи, пишите письма, смотрите новости культуры и будьте здоровы. культуры и культуры